Ульма точная в этом матче. Хэп на этот раз отдал передачу на Вударда и тот в свои, мне кажется, первые очки в матче. Рейдбор. Хэп поставил заслон. Итан Хэп наконец-то наделал выждать эту паузу, чтобы реализовать этот бросок. Тоже ничего себе, когда он только успел это все сделать. Хэп снова против Брецеля. Снова много пространства для обыгрыша. Итан Хэп очень легко ушел от Брецеля. Не провалился этот мяч в больше пести. Ну и я боюсь предположить сколько килограмм веса, потому что Ульма сейчас вернет Херпинкова Лаковича. Лакович. Надо еще забивать. Ни одного не попало. Это первый фоу-боссом гейма в этом матче. Хэп, Джастин Саймон. Вот это его игра. Сделать кат по лицевой линии. И вот идеальная игра Хэпа. Рейдбор разгоняется. У Людоксбурга может быть первый раз в этом матче двузначное преимущество, если они сейчас наберут очки. Итан Хэп раздел просто Филиппа Керкинкопа. И Яко Лакович использует свой первый тайм-аут во второй половине. Очковый, точный, с четвертой попытки. Хэп снова пространство для обыгрыша. Страхует Блоссом гейм. Ролл Алкенс отвечает своим трехочковым Людксбург. Хэп. Тормал против него защищается. Хэп поймал троих, кажется, игроков. Три года, когда мы много видим Людксбург на телеканале Старт. Так вот, я не помню, чтобы они в какой-либо игре так... За штрафной линией. Вообще, статистика обеих команд реализации штрафных отвратительная. А в итоге получается, что эти лидеры Ульма в конце играют решающую роль. Ну, еще не конец матча, но, естественно, у них преимущество в качестве, по сравнению с другими игроками Ульма. Хорошая передача в Калины минуты конца. Включительные четверти. Халс. Гюнтер вышел и ушел. Ничего мы не видим в его исполнении. Хэп левой рукой. Красивая вертушка. Спас этот мяч Джастин Саймон. Рейдбот три. Нет, Хэп взял подбор. Халс будет тоже сразу атаковать. Не попадет. Еще подбор Хэпа. Самые два очка. Я говорил, что это редчайшая ситуация, когда лишь Херхенков в Блоссомге везде успел. Людксбург, Итан Хэп главное.